Маленькое предисловие. Когда мы задумывали этот ролик, мы хотели вообще в принципе очень давно снять что-то совместное и конкретно этот ролик хотели сделать таким обращением от маломальских состоявшихся творческих людей, у которых уже есть какая-то аудитория, которые уже что-то поняли вот в этой медийной движухе, к тем, кто еще вот только начинает или только хочет сюда входить и кому вообще интересно, каково это вот в подобном вариться. Но в итоге у нас получилось что-то между подкастом и интервью, то, что в журналистике назвали бы беседой, но не как там у Познера, да, а очень живая и от того, какая она получилась живая и яркая, мы там очень много материмся. Я и обычно в своих роликах матерюсь, но здесь прям скачем с темы на тему, иногда откровенно издеваемся над обсуждаемым вопросом. Короче, именно как материал, по-моему, получилось очень клево. Напишите в комментах, насколько подобный формат вам понравился, потому что, возможно, стоит еще вот с кем-то сделать такое же экспромт-интервью-беседу. И да, ролик получился прям длинный, но я очень запарился и расписал все тайминги, можете по ним кликать, нажимать и переходить в нужные вам, собственно, фрагменты видео, но я советую смотреть целиком, потому что получилось целостно и клево. Жду ваших отзывов и комментариев. Приятного просмотра. Мы этот ролик пытались снять больше года, и теперь мы наконец-то встретились с Лешкой Митзинтендлером, тоже блогером. Тоже, который снимает непонятно чё, непонятно о чём, и сейчас мы будем говорить про наши ужасные блогерские тяжбы. Как это больно, трудно, невыносимо и бессмысленно, и можно ли вообще так жить? Добрый вечер. Добрый вечер. Короче, я когда учился на журналистике, я никогда не думал о том, что я буду заниматься прям вот именно журналистикой, с точки зрения, что у меня есть какая-то цензура, я говорю от лица редакции, я, в принципе, освещаю какие-то события, которые требуют повестки и так далее. Мне всегда казалось, что блогинг – это как раз та самая журналистика с точки зрения подачи информации, но при этом с бешеным количеством субъективизма. То есть я записываю ролики просто потому, что мне это припиздило в голову, и это не обязательно будет интересно. Понимаешь, типа в видеоблогинге ты главная основная фигура, а где ты журналист, у тебя основная фигура – это то, о чем ты пишешь, или то, что ты делаешь. То есть какой ты человек, влияние вообще никакого не оказывает. А здесь как бы все базируется на тебе. То есть люди смотрят не типа потому, что ты обозреваешь, да, или там какую-то тему ты поднял, которая им интересна, но на самом деле они смотрят на тебя. Ну, сначала, конечно, они интересуются темой, но потом они смотрят такие «О, нихуя себе, сейн, какой ты чувак?» А в тему того, какие это люди. Ты когда-нибудь задумывался вообще на тему, когда, знаешь, часто слышно, ты представляешь условный портрет своей аудитории, да? Я не представляю. То есть для меня это какая-то эфемерная штука, потому что это, во-первых, с самого начала было просто никому не нужно, потом резко как будто их много нашлось. А к тому же это, в принципе, что-то из разряда пользовательский интерес, который невозможно угадать. То есть условно, если бы мне пять лет сказали, что я бы делал вот эти ролики, и это бы заходило вот так, я бы никогда не поверил. Ты вообще вот как-то, у тебя тоже одни ролики набирают не очень много, а на других там по полляма. Притом, казалось бы, вот эти огромные просмотры, это что-то, вот ролик «Велосипед как транспорт». Ты мог предсказать, что будет столько, будет так, да? Да. То есть ты как бы, когда делаешь, ты угадываешь, как? Знаешь, это зависит от того количества времени и стараний, которые ты вложил. Допустим, мы когда снимали «Велосипед как транспорт», мы, короче, у нас не было экшн-камеры, и поэтому у нас было два велосипеда, и нужно было снять вот что-то, что никто не мог до этого снять. И чувак со мной ездил, мой оператор, вот он держал стабилизатор в одной руке, и второй рукой он рулил. И ты знаешь, там момент, в который в каком-то момент он ебнулся. Он натурально ебнулся. Потому что мы целый день ездили. Просто 12 часов на велосипеде. Пиздец. Мы, блядь, всю округу, короче, подольска, мы просто вот все ее объездили. И, понимаешь, то есть я понимал, что мы делаем, типа, картинку, ну, на тот момент, по крайней мере, с тем вот оборудованием, которое у нас есть, это максимум, что мы можем дать. Это, типа, суперкруто, мы над этим очень старались, это, типа, занимает, ну, где-то вот месяц создание вот такого ролика у меня, да? Потому что, ну, я никогда не тороплюсь. Вот, и поэтому я знал, что оно нормально наберет. И это в итоге ты всегда угадываешь. То есть ты считаешь, что у тебя пропорционально количество вложенных усилий, количество отдачи? Нет. Вот, нет, ну, в этот раз угадал. Ну, один раз угадал, да. Тут важно заметить, что мы с Мюцентендлером говорим от лица людей, которые вот пришли к своему нынешнему уровню скилла и вообще уровню путем крайне активного набивания шишек. Мы еще сойдемся дальше в ролике на том, что нужно 2-3 года для того, чтобы просто набить руку в контент-мейкерстве. То есть мы таким образом, опытным путем, проверяя и каждую ошибку, вот, чувствуя собственной пятой точкой, мы дошли вот до тех позиций, на которых мы сейчас. Но если вы тоже хотите получить какую-то современную и по-настоящему интересную профессию, но при этом не хотите тратить на это 3 года более, то есть скиллбокс. У них огромное количество образовательных программ, различных курсов по самым современным и самым интересным профессиям. И там вы получаете не какую-то абстрактную специальность, которая в жизни никогда и не пригодится, и никто по ней не работает, а наоборот, идут от актуального. То есть то, что сейчас на рынке ценится, те вот узкие группы специалистов, именно сверхсовременных, которых сейчас не хватает, именно такие курсы преподаются в скиллбоксе. Притом это актуально и для тех, кто знает, чем он хочет заниматься и вообще все по жизни придумал, так и для тех, кто вообще не представляет, что ему в жизни хочется, но точно не просто в офисе сидеть. Мало того, что можно просто зайти на сайт скиллбокс и глаза станут как две тарелки от количества специальностей, о которых вы даже раньше не подозревали, также в этом сентябре, то есть уже сейчас, у них стартовала бесплатная онлайн-конференция «Найди себя в диджитал». Там вам поведают о самых разных диджитал-профессиях и о том, как устроена их сфера, а также о трендах в маркетинге, дизайне, программировании, геймдейве, на примере кейсов из реальной практики экспертов. Вы узнаете все о работе в дизайне, основах перформанс-маркетинга и как войти в профессию Data Science. Сможете задать вопросы экспертам в прямом эфире и получить советы по выбору направления. И это очень вам поможет в определении своей будущей профессии, поэтому ссылка в описании, крайне рекомендую скиллбокс. Давайте не просто тратить время, а получать все-таки удовольствие от работы. Непривычно даже как-то, да? Удовольствие от работы. Ты нашел какой-то ключик, как работает? Что вот одно ты вложил до хуя усилия, оно не набрало, а другое вложил мало, но оно набрало и так далее. Чувак, понимаешь, у меня дело в том, что у меня не регулярный контент. Если бы он был регулярный, то есть, допустим, хотя бы раз в месяц, я бы выпускал что-нибудь, я бы такой, типа, о, нифига себе, мы постарались, а у нас не зашло. Но, как бы, ну да, это, наверное, невозможно угадать, но все равно, знаешь, типа, если ты запарился, люди это видят. То есть, ну, блядь, ты когда снимаешь какой-то ролик, там, условно, бля, я не хочу это пример, ну ладно. Вот ты снимаешь ролик дома, ролик дома, ты не так сильно запаришься, если ты снимаешь просто на улице, ты уже куда-то поехал, и это уже люди видят, что нифига себе, на улице намного интереснее смотреть, да, там, перебивки и все остальное. Мне кажется, что есть какая-то взаимосвязь между своими стараниями, естественно, ты можешь не набрать, там, там, сто тысяч хотел, не набрал, но все равно люди посмотрят такие, нифига себе, вот он постарался. Просто есть какой-то минимальный порог нормального видео, то есть, условно, чтобы у него был звук не ниже того, к чему привыкли пользователи, и картинка не ниже того, к чему привыкли пользователи. И примерно одинаковый этот результат можно выдать как съемкой на улице, так и съемкой дома, так и съемкой в студии, и есть куча вариантов, как вот сделать картинку, которую не будет выключать из-за того, что она хуевая. А все остальное, это уже вопрос твоей задроченности. То есть, и как раз-таки в этом штука, что очень много контента на ютубе, оно делается по этому минимальному порогу. То есть, мы, условно, там снимаем на одинаковом фоне, у нас висит петличка, блядь, и вот какая-то, еще вот такая херня, чтобы приложить как можно меньше усилий к этому. А мы, получается, зачастую идем от обратного. И, честно говоря, типа, почему я снимаю очень часто дома и на улице у меня вот так нерегулярно, потому что иногда я устаю заебываться, и это вот какая-то такая форма с справлением с выгоранием. Ну да. То есть, только переносить. Ну, знаешь, заебаться ты и дома можешь. Могу. Ты можешь просто на белом фоне снимать, при этом ты столько сил в это вложишь. Ну вот ты с роликами раз в месяц и реже успеваешь заебываться? Вот именно так, что, блядь, ну сколько я это уже делаю? То есть, когда ты к концу подходит все, вот конец монтажа, ты такой, я этого никогда не буду больше смотреть. И потом вот, ну, проходит три месяца, и ты такой, надо пересмотреть. У тебя три месяца, да? Ну, где-то так. Чувак, у меня монтаж занимает, типа, вот неделю времени. Я просто стою с утра в восемь утра и весь день монтирую. Потом я опять стою в восемь утра и весь день монтирую. Я смотрю свои ролики через две недели. Вот я выкладываю, и типа свежими глазами через две недели на скорости два. И вот тогда я более-менее понимаю, насколько он хорошо получился. Потому что до этого оно слишком близко к тебе, и все кажется говном. Нет, у тебя просто глаз замыливается, естественно. Тебе это просто бисит. Ты такой, блядь, какая хуйня. Но конкретного рецепта справления с выгоранием нет. С выгоранием, что типа тебе не нравится тем, чем ты занимаешься? То есть, именно не кризис идей, а именно выгорание, когда ты именно устал делать именно это. Что вот хотел бы я сейчас перевестись в параллельного Лёшку Мюцентендлера, который там стал сварщиком или художником, или аквалангистом. И, блядь, просто побыть на глубине, посмотреть на рыб, вот, и вернуться в эту жизнь. Чувак, у меня, знаешь, это таким образом работает, что я просто могу себе позволить посваривать что-нибудь или что-то такое. А, то есть, ты просто буквально сваливаешься? Да, вот смотри, вот смотри, вот я сейчас купил дачу себе, да? И, короче, я просто по приколу решил сделать в ней ремонт. Знаешь, покрасить стены. И это охуенно медитативно. И все такое, да, 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 просто вот, типа, переключиться. И потом ты такой, типа, вот, покрасил стены и такой, блядь, это сложно. Надо вернуться в то, что у меня лучше получается, чем покраска стен. А, понятно. Чтобы покраски стен, очевидно, мы с тобой, ну, как бы, отсосем. Потому что мы не всю жизнь этим занимаемся. Стены я в натуре плохо крашу. Я однажды так неровно, блядь, положил цемент, это просто пиздец. Откуда берутся силы продолжать? Были мысли, что все напрасно? Постоянно. Да? Сто раз были мысли, что все напрасно. И при этом такое приходит, какой самый темный час всегда перед рассветом. И, как правило, вот такое приходит. И ты, если в этот момент себя переселиваешь, то, как правило, после этого становится значительно легче. И ты можешь выдохнуть после момента, когда ты такой, блядь, я все делаю зря, сделал, и все равно все заебись. Я полностью согласен. Да, блядь. Мысли, что все напрасно, посещают меня примерно каждый день. Я думаю, почему бы не бросить все это, не пойти устроиться в нормальную работу, кассиром в пятерочку, потому что жизнь будет более... Предсказуемой. Предсказуемой, да. Вот это вот все. Чтобы без вот этого всего, знаешь, типа, я не знаю, что завтра есть. Ну, оно проходит, и тебе, наоборот, еще больше сил дает это все. Или через... То есть борешься с собой. Безумно можно быть первым. И преодолевать, нахуй. Бывает ли у тебя кризис именно идей? Вот именно так, что, блядь, я не знаю, про что мне снимать. Я всю жизнь как-то... Мне казалось, что если ты не знаешь, про что снимать, ну, блядь, не снимай. Пошел нахуй. Ну, вот у тебя был такой или нет? Или ты всегда? У меня не было, знаешь, почему? Вот, прикинь, 2011 год был, сколько лет назад? Типа, 9? 9 лет уже, ебучих 9 лет. Вот представляешь себе, если ты все свои идеи записываешь с 2011 года. Представляешь, сколько их у тебя? Вот. У тебя, вот, я уверен, что у тебя есть вот такая вот заметка, где есть куча твоих идей, и там столько всего. И ты можешь, в принципе, выбрать что-нибудь из этого, и там хватит. Только у меня таких заметок... Вот если у тебя сегодня закончится идея, тебе их хватит до 40 лет. До конца твоих ебучих дней. Только у меня таких заметок много, и я телефоны меняю, заметки эти проебываю, и в итоге огромное количество идей у меня просто они умерли. Но недостатка в них нет. Вот как бы ты сформулировал эту историю про то, что как так? У тебя всегда есть идеи для людей, у которых их нет. В чем ты считаешь их проблемой? Потому что вопросы такие всегда поступают. Я думаю, их проблема в том, что они занимаются не тем. Им надо поворотить что-то другое. Думаешь? Ну, смотри, если вот ты... Не думаешь, что это какая-то просто... Это как, понимаешь, если ты подходишь к этому с точки зрения финансовой, типа, так, я хочу стать велосокомом, надо снимать ролики. И дальше ты такой, а что снимать? Понимаешь? Ну да, да. И поэтому тебе нужно что-то снимать. Да, то есть, первое, вам должно все-таки хотеться снимать, как факт. Потом. Как в качестве творчества. Просто мне кажется, это какой-то такой интеллектуальный затык, потому что люди, может, их, типа, не учат как-то нормально выдумывать. Но, по-хорошему, я это слышал очень давно от какого-то поэта, что, типа, неважно, что ты делаешь, в какой момент, если пришла строчка, сразу запиши. Ты там бухаешь с друзьями, что-то такое, все на секунду, на секунду, взял, записал строчку. У меня примерно то же самое с идеями. То есть, типа, приходят они круглосуточно, и записываю я их круглосуточно, в этом плане полагаясь как-то на свое вдохновение, настрой, и тыры-пыры. Но работаю я вообще не так. То есть, я просто в момент, когда мне пора работать, я понимаю, что у меня какой-то график, мне нужно что-то успевать, я беру, сажусь, открываю эту самую заметку, и дальше уже работаю по плану, который мне дал я сам из прошлого, еще вдохновленный. И это, мне кажется, не недоступная вещь. Мне кажется, это может каждый. То есть, когда ты ставишь себя в положение, срочно что-то выдумай, это как, типа, не думай о жирафах. Ты в любом случае, у тебя вот это вот хернее приходит. Знаешь, что, какой лайфхак я могу сказать? Вот ты просто, я не знаю, закрываешь глаза, или там, не знаю, сидишь вот на кресле, закрываешь глаза и думаешь, что бы ты сам хотел, допустим, увидеть. И работает? Да, конечно. Вот прикинь, вот ты сидишь, вот ничего не смотришь, вот ничем не занят, да? Не надо там что-то смотреть. И ты думаешь, что бы я хотел сам посмотреть на YouTube, да? Допустим. Допустим, я бы хотел как, посмотри, как взорвут машину, или что-нибудь такое. Ты такой, бля, взорву машину, все. Ну, то есть, ну, не до такой степени, но ты понял. Ну, ты как бы снимаешь контент. Сделать то, что ты, что другие не сделали. И ты должен это сделать, потому что никто, кроме тебя, это не сделает. Но ты снимаешь контент, который ты сам мечтал бы смотреть? Ты можешь так сказать? Конечно. То есть, условно, ты можешь уверенно сказать, что если бы ты, опять же, в параллельной вселенной был другим человеком, не Лешки Мецентендером, то ты бы смотрел Лешку Мецентендер. Конечно. Блядь, я вот так про себя уверенно сказать не могу. Я как-то, у меня не получается настолько со стороны на себя посмотреть. То есть, смотрел, стал ли Сейн бы смотреть Сейна, не знаю, вот вообще не уверен. Может, говорил бы хуесос какой-то, бред какой-то несет, блядь, постоянно. Что такое искусство? Блядь, ненавижу, нахуй, эти вопросы. Вот стопудово автор, который это спросил, ему лет 14 или 15. Или ноль. Или ноль. Это бесполезно, вот на это все отвечать, потому что вы либо культуролог, искусствовед, и для вас это вопрос просто того, что признает, условно, ваша литература и ваш комплекс авторитетов, а во всех остальных случаях этот вопрос не имеет смысла. Если вы хотите с помощью определения, что такое искусство, определить, вот, Моргенштерн, это искусство или не искусство, и, условно, просто используете термин настоящее искусство, чтобы что-то обосрать, то это категорически неправильно. Я полностью согласен! Я думаю, знаешь, человек, который спросил этот вопрос, он подразумевал, типа, что есть две точки зрения на эту проблему, что, типа, искусство – это все, что угодно, да? Условно, там, какашка голубя, тик-ток, я не знаю, и вот все это. Или искусство – это когда автор страдает, и сквозь, там, Винсент Ван Гог, который всю жизнь, знаешь, типа, живет в нищете, и вот это искусство, а если вот Ника Сафронов там, то он и искусство, вот. Но я не знаю тоже, как ответить на этот вопрос, на самом деле, потому что, ну, типа, это зависит от того, кто задает этот вопрос. Для каждого человека искусством является какая-то его собственная штучка. Ну вот разве лучше от того, что вот страдает, да, но какая-нибудь такая же попсовая певичка? То есть, типа, если человек делает, там, сомнительный контент, когда он не страдает, и когда он страдает, он сделает страдательный, сомнительный контент. Ну, боже, может, если она страдает, то она, в принципе, не сможет сделать ничего такого поп-песни. Вот у меня следующий, во-первых, можно, потому что там это, Максим, знаешь ли ты, она же про страдания, но это хит на все времена. У меня следующий вопрос. Психические расстройства. Убийца или стимулятор творческого развития? Убийца. Убийца. Разверни мысль. Разверни мысль. Значит, так, я, значит, как это называется, страдал депрессией, я ничего не мог сделать. И в тот момент, когда я пошел по психотерапевту, психиатру и все остальное, пропил курс таблеточек, все сразу стал заебись, и как-то и творчество, знаешь ли, И все нормально. Да, и все нормально. И нет такого, что я в депрессии, и это мотивирует меня творить, потому что я страдаю. Полная херь. Абсолютно согласен. Вылечите кукуху, потом творите. На самом деле, все песни про шизу, которые написаны, и очень много там различного искусства создано про психические расстройства и людьми с психическими расстройствами, но они создавали его, как правило, в довольно спокойном состоянии. Либо после, либо, да, скорее после. Потому что, когда ты опыт пережил, и ты его помнишь. И тогда уже из этого следует. Потому что это в фильмах, у него там какой-то очередной приступ шизофрении, и он вот в нем создает там свои полотна, картины, рассказы и так далее. В действительности вам просто очень плохо. И это то же самое, что создавать искусство, когда у вас там очень сильно болит живот. Ничего в этом хорошего совершенно нет, и поэтому лечите кукуху, она вам в творчестве не поможет. В творчестве нужны продуктивные, здоровые люди, широкой улыбкой и крепкими нервами. Если бы я не был блогером, я думаю, что я бы тоже работал на какой-то припеснутой профессии. И в теории, если я представляю, что в будущем, то есть не то, что YouTube там закроет правительство России, да, а условно сместится тренд. Там возьмет какой-нибудь китаец, выкупит, блядь, Google, не знаю, съезд, или ну вот что-то, что угодно произойдет. YouTube как платформа потеряет актуальность. Что я буду дальше делать? Я буду такой же, какой-то припеснутой медийной фигурой. То есть я понимаю, что я скорее всего выдумаю какую-нибудь хуйню для другой соцсети и буду вот в рамках нее существовать. У тебя вот есть подобные мысли или какие-нибудь, допустим, друзья, которые тоже работают на ебнутых профессиях. И вот как-то их жизнь, она ебнута построена. Да, знаешь, это все, это все типа склад ума. Вот если ты просто такой человек, ты не можешь заниматься ничем другим. Ты не можешь пойти работать в банк какой-нибудь. Ну то есть, а ебнутых профессиях достаточно. Просто, я не знаю, каким-нибудь журналистом стать или, я не знаю, открыть свой телеграм-канал, инстаграм, тихо-канал заняться. Да, вот есть же сейчас чуваки, которые живут за счет телеграм-каналов. Вот это вот вообще загадка. Я знаю очень много чуваков, которые работают операторами и работают они просто на всех проектах. То есть, условно, один и тот же чувак снимает в гиковской короткометражке какие-то рекламные штуки и стоял на фокусе у Нойза на клипе. То есть, тебя просто одним вечером вызванивают, говорят, йоу, будешь стоять на фокусе и твоя работа в том, чтобы смотреть вот в этот вот монитор и крутить здесь эту специальную крутилку, просто ассистируя на человеку. Эта работа, она у тебя вот так вот вспышками сама появляется. Притом, даже, просто мы знаем благосферу и нам понятно, какие вокруг этого профессии. Это монтажеры, операторы, чуваки, которые просто менеджерят эту штуку, находят рекламодателей, огромные структуры, а вокруг других интернетных сфер и прочих, которые еще никак не регламентированы. И это график, ну, по сути, свободного художника. Хотя занимаешься ты гораздо более прикладными вещами и там условно, чтобы стать актером, нужно ебать, 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 как пахать и еще тебе должно повезти. А чтобы стать с таким же творческим графиком оператором и, возможно, с зарплатой, как у среднего актера, тебе нужно просто нормально работать. Не сложно, типа, дослужиться до какого-то оператора с постоянной работой. Соглашусь. Как постоянно находить мотивацию? Я начинаю забивать на все спустя неделю. Как, Леша? Ой, блядь. Как постоянно находить мотивацию? А да никак. Вот если тебе что-то нет мотивации, смотри, нет мотивации, сиди в говне. Все. Я украла эту тему лебедеву. Жестоко. Я украла тему лебедеву. Ну ладно, крайне... Ну, а серьезно, самая лучшая мотивация сказать человеку, нет мотивации, ну и сиди дальше в говне. Нет мотивации. Ну а что? Это по-моему, самая лучшая мотивация. По-моему, по-моему, говоря, каждый раз, когда вы не можете преодолеть мотивацию, вы когда все-таки садитесь и ее преодолеваете, то вам кажется, что это было не такое серьезное усилие, как вам казалось как бы с той стороны этого преодоления. Поэтому просто преодолевайте, хватит, типа, не жить себя. Не жить. Что это вообще за слово? У тебя есть ролики, которые по полляма просмотров, по ляму у тебя есть ролики, дохуя вообще ты просмотров набираешь. Да. Ты вот как? Ты, Леша, популярный? Без понятия. А как это можно посчитать? Вот я тоже вообще не понимаю и как-то в этом плане я не понимаю, где я. То есть там нас периодически узнают на улицах и все такое. И в силу того, что у меня не было никогда цели стать популярным, я вот тоже не особо вот понимаю, типа, на каком этапе я нахожусь. Но именно, знаешь, и не интересно отвечать на вопрос, как стать популярным, но интересно отвечать на вопрос, как привлечь аудиторию и типа, как ты сам объясняешь рецепт того, что на тебя смотрят вот столько и с таким интересом. В чем фича? Так, надо подумать, надо подумать. Короче, насчет популярности. Популярность, она приходит из-за того, что это неотъемлемая часть. Ты не можешь от нее отказаться. Только если ты будешь делать, допустим, ролики, в которых твоего лица просто не будет. Тогда ты можешь, да? Но ты бы так смог? Я бы вот да. Ну, я бы не смог так, потому что я хочу снимать какие-то вещи, где нужен человек. То есть я бы мог другого человека снимать и писать ему текст. Вот иногда очень хочется, на самом деле, ты периодически на себя в зеркало смотришь и хочется от себя отделить какого-то другого чувака, которого ты будешь продюсировать. Ну, да, режиссуры заняться. Ну, знаешь, все рано или поздно в это уходят. Вот когда ты достигнешь какого-то уровня, то ты просто возьмешь себе человека и будешь его режиссировать. Вот что будет. YouTube закроется, и мы будем продюсировать тиктокеров просто. И все, и вопрос будет снят. Да, мы возьмем с собой, накопим денег, снимем тикток хаос, возьмем школьников, напихаем туда очень много школьников. Тикток хаос, я до сих пор не могу, блядь. Я только недавно узнал, что есть такие для порно, что типа чуваки в одном доме. Это было в ролике редакции, что есть порно хаос, и они их арендуют и снимают там много видео с разными акцерами. А, нет, я знаю. Это и логично. А тиктокеры, блядь, ну куда? Во, вот вопрос, который меня очень часто задают. Как быть, если поступил в вуз, но понимаешь, что тебя это не интересует? Я никогда не был в вузах, поэтому я не знаю, я себя нашел очень давно, поэтому я без понятия, как отвечать, на меня очень часто это спрашивают. Если у вас есть перспективы перейти в что-то получше, и вы на это потратите не какое-то абсурдное количество сил, не начнете условно, там вы на третьем курсе, а пойдете на первый, то есть типа если цель там вот смениться на другой вуз, она стоит свечи усилий в них вложенных, тогда переводитесь. Если не стоит, досидите уже, если типа вуз лоховской, то вряд ли там очень сложно. Вот, досидите уже, получите эту корочку и попутно начинайте развиваться в своей сфере, и все будет нормально. Маме отдадите диплом, она обрадуется, а вы будете жить спокойной жизнью. Вот, наверное, так. У меня вот, вот закрываешь глаза, думаешь о том, что хочешь сам посмотреть, и чего нет. И делаешь это. И это даже более, знаешь, какая-то, как навязчивая мысль, знаешь, и поэтому нет, надо это сделать. Понимаешь? Ну, никто это не делает без тебя. Вот, ну, с урбанистикой такая же фигня. Вот, прикинь, вот я, короче, сколько там, пять лет, условно, вот я в этой теме был, да, и в какой-то момент я такой, блядь, ну, это же все так очевидно. А что значит, был в теме? У тебя образование профильное? Или просто профильное образование? То есть ты просто в тусовке? Просто, не, я даже не в тусовке. А как? Просто читаешь про это статьи, на профильные источники подписываешься, и все. В те времена их было супер мало, но они были. Вот. И ты читаешь, и тебя это так бесит, и ты такой, почему, то есть, допустим, приходит Варламов на YouTube, и ты такой, сейчас Варламов сделает. А Варламов берет и не делает то, что надо. Варламов берет и снимает там мусорки, и говорит, плохая мусорка. И люди в комментариях пишут, ну, а почему она плохая? То есть, он ничего не объясняет. И я такой, надо сделать вводное видео, по которому они посмотрят, а дальше пускай идут, смотрят Варламова, а остального туда, а работают ли это? Что именно? То есть, ты перед собой закрыл гештальт, у тебя есть вводная врубанистика. Я закрыл гештальт того, что я эту информацию, вот эту, которая меня угнетает, которая, я владелец информации, очевидной, да, которую нужно объяснять всем, в принципе, всем это интересно. Но вот каждому человеку ты заебешься объяснять. Сделал вводный ролик врубанистика для того, чтобы переложить ответственность. Знаешь? Теперь это не мое дело. Ребят, я вам рассказал, а вы дальше собираетесь. Я пять лет в этом говне варился, я больше, я больше не могу. Я все, что можно, я попробовал. Я не смог. Все, теперь вы располагаете информацию, как делать правильно, занимайтесь. Нет у тебя ощущения, что мы, блядь, тут сразу два вопроса возникло. Нет у тебя ощущения, что мы подобным подходом все портим. Почему? Это просто, это довольно журналистская тема, знаешь, разобраться по вершкам. Ну так, типа, на не профессиональном уровне, как образование, а на своем каком-то вот изучить. После этого это взять и уменьшить, переформулировать до размеров журналистского материала, ну или просто как у тебя. Ну это же как? Ну это как мини-документалка, по сути, по формату. Вот. Сформулировать это до формата мини-документалки и оставить это. И это создать у людей иллюзию знания. Хотя, по сути, они, типа, используют твое пережеванное. И чтобы обладать достаточными знаниями, им бы по-хорошему изучить то же, что и ты. И сформулировать свое пережеванное. Да, но никто не будет тратить на это так много времени. Понимаешь? Да, да. Вот журналистская, видеоблогерская работа, она заключается в том, что ты тратишь свое время, рассказываешь людям, как, что работает, очень кратко, да, краткий пересказ условно, да, и все. И это создает какой-то запрос в обществе, да? То есть ты что-то новое им рассказал, и они теперь знают, и они такие, типа, ааа, вот оно что. И этот запрос, просто ты прям, ты косвенно сформулировал то, что этот запрос не стоит пытаться угадывать, а стоит пытаться делать то, что вам кайфово. Да. Потому что раз вы кайфанули в чем-то задрочившись, то, скорее всего, в этом и кто-то другой тоже наверняка задрочит. Любую тему можно рассказать интересно. Ты можешь, там, адвоката Егорова? Да, я знаю, да. Чувак в лесу делает из, типа, бревен, дома. Вот казалось бы, ну кому это? И он, адвокат Егорова. У него миллионы просмотров, чувак, понимаешь? И это не предсказуемо. То есть просто потому, что он от этого кайфует. Он кайфует, и люди смотрят такие охуенно. Хотя, они может даже ни разу не пилили ни одно дерево. Да, да. Ну, кстати, мне бы тоже, я периодически тоже просматривал какие-то штуки, даже залипательные само по себе. Какой-нибудь Даня Крастер, да, вот, то есть какие-то вот вещи, которые, ну, типа, трудовик делает. Никому не интересно, что делает трудовик. Даня Крастер берет и делает из этого что-то интересное. Это прям больше к тебе. Как относишься к комментам «Наш город топ, а ты дебил»? Уси, это, почему тебе такое вообще? Потому что они же знали, что это к тебе. Ну и плюс, я делал ролик про Калининград, меня обещают там встретить до сих пор, да. Не, я суперспокойно к такому отношусь, потому что большинство людей, они понимают, в чем смысл. То есть, когда ты, как бы, приезжаешь в город и говоришь, типа, ребята, вот тут прям пиздец, на это начинают обращать внимание. И город становится лучше. Ты второй раз приезжаешь в этот же город, там, спустя два года, и ты видишь, что он стал в разы лучше. Потому что любое освещение каких-то проблем этого города, а тем более не в пределах города, когда это какой-то паблик пишет, а когда это кто-то вот приехал там из Москвы, блогер, вот это вот все, что пишут в СМИ обычно, вот, то люди на это обращают внимание, которые во власти, город становится лучше. И, конечно, есть люди, которые такие, а, ты обосрал наш город, мы тут живем, но на самом деле я пытался сделать их город лучше, и ты тоже, я уверен, пытался сделать город лучше. это просто, это просто и про город, и про, в моем случае, исполнителей, про любой объект твоих рассуждений так работает, что очень всегда напишут, что, типа, этот вот объект рассуждений, он топ, а ты долбоеб. Зато мы с тобой, да, мы как бы такие святые люди с тобой, я тебе так скажу, да, потому что, потому что мы включаем у людей критическое мышление, за это мы получаем, но вот человек, допустим, не знаю, верит, что фашизм это хорошо, а мы скажем, что фашизм это плохо, он задумается, а потом еще кто-то скажет, и он задумается, поэтому мы всегда будем получать, понимаешь, такая вот наша тяжелая судьба. То есть понятно, что мы такой, ну это упрощенный такой пример, да, но вот ты считаешь, что ты все-таки созидатель, и ты подходишь к тому, что я делаю, допустим, ролики про города, потому что я реально хочу делать это лучше, и я правда верю в то, что когда я делаю ролик про город, город от этого станет лучше и как-то выиграет. Я на своем примере просто вижу, как меняются города, потому что, допустим, когда я снимаю что-то в своем родном городе Подольске, то через две недели что-то начинает происходить. Реально? Да, они либо начинают что-то убирать, какие-то площадки делают, вот просто вот на локацию приходишь, на которой я был месяц назад, ты приходишь, там все другое. Думаешь, я не знаю, зачем они это делают. Я знаю, что это из-за меня, к сожалению. Точно? Да, иногда они делают плохо. Вот я, например, короче, один дом был, он мне нравился. Я говорю, охуенный дом, пожалуйста, не надо его ремонтировать, вы отремонтируете, будет только хуже. Они взяли и отремонтировали. Не, понимаешь, что у нас не очень часто такое происходит, и когда происходит, оно почему-то происходит вот в период, вот там типа две-три недели после ролика, вот понимаешь, Ничего себе. Ну, вряд ли много подольских блогеров, возможно, ты это. Так я один. Царь Подольская. я царь Подольская, такая судьба. Нет, на самом деле, ты недооцениваешь то, что наше влияние на самом деле, потому что ты вот что-нибудь сказал, и это все равно увидит кто-то, у кого есть власть. Ну, просто, просто, в моем случае, это, ну, просто, понимаешь, я как-то, я очень не хочу даже у себя в голове допускать подобного рода амбициозных мыслей, что типа я сейчас тут вот скажу, и они тут все уберут. Ты этого не должен предполагать, ты просто делаешь то, что, ну, типа, должен, и все. Ты, допустим, знаешь, как лучше? Скажи, как лучше. Не послушают, не послушают, послушают, заебись. Просто в случае с, ну, вот в урбанистике, наверное, так же было, у меня сейчас таким образом, например, обсуждение текста, в музыке, и очень многих аспектов, я их начинаю обсуждать, притом зачастую обсуждаю на довольно, ну, не супер прошаренном уровне, и объективно даже говорю, что, типа, я не супер в этом прошарен, ради того, чтобы дискусс вообще создать. То есть, в случае с текстами, когда я выражаю свое супер субъективное мнение, и с ним не согласно офигенное количество человек, это уже создает дискуссию. То есть, то, что я, я могу сказать неправильные вещи, я могу где-то не заметить того, что он должен был заметить, но в итоге, сам факт того, что на это уже начинается реакция, это уже обсуждение. И вот в этом плане, я как-то, привлечения внимания. Да, я как-то свое участие чувствую, но при этом я не могу стопроцентно сказать, что вот прям я о ком-то что-то сказал, сказал, ну вот это херня ширпотребная, и это прям принесло пользу. А ты ошибаешься. Ну вот ты в этом уверен. Вот следующий трек кого? Жени Мельковского, да? Жени Мельковского. Вот, мне кажется, ему вообще на меня насрать глубоко. У него там не будет тройных рифм в следующем треке. возможно, конкретно тебя ему будет насрать, но если ему 10 человек это скажет, я думаю, начнет задумываться и все. Ну не знаю. И даже ты, ну ты слушай, не пять просмотров, понимаешь? Ну все равно. Это обсуждение началось. Ну не знаю, мне кажется, артисты, которые там вот формата, ну понятно, что формат Мельковского сложно сказать, но, ну вот они в определенном своем темпе движутся, у них своя какая-то норма написания, свои какие-то методы работы, им вообще по барабану что там думают другие вот люди. Ну ты же слушатель, понимаешь, чем прикольно. Ну я не его слушатель, то есть в том-то и дело. Я зашел в чужой огород и такой, ой, у вас тут в огороде как-то очень плохо. Я не очень знаю, как это может работать. Я не знаю, я больше музыку не критиковал, что все-таки, ну такой, знаешь, суперсубъективный. Ну а почему кино можно критиковать, а музыку нельзя? Ну, кстати, да. Все, я согласен. Он прав. И в этом плане, что ты думаешь по поводу конкуренции на ютубе? Ну, тебе сказать, все похуй. Я думаю, что нужно убить всех детей, чтобы они ни в коем случае не появились, чтобы нас никто не эти. Потому что тиктокеры отберут наш хлеб. Мы на границе апокалипсиса. Все. Ну, а в действительности не отберет ты вообще никто. то есть, от того, что чувак, ну, насколько чувак, который делает условно вот КВН-овские скетчи в тиктоке, может отобрать контент у чувака, который делает сорокаминутное видео про архитектуру. Вообще, то есть, и даже если он начнет делать что-то про архитектуру в тиктоке, даже если, ну, реально клон твой, который, как твой клон, только лучше тебя, условно, там, с лучшей камерой, если у него там поставлены речи, вот, и там вот, да, вот денег дофига, все такое. Если он начнет делать в тиктоке то же, что и ты, то это просто за счет другого формата будет совсем другая хрень. И это не создать конкуренции тебе. То есть, в плане бизнеса конкуренция вперед, да, это мне наоборот бонус будет, потому что люди... Он продвинет твою тему, то есть, если в бизнесе эта конкуренция, она тебе от первого лица мешает, да, потому что тебе давит, а тебе нужно... Кто-то покупает мои пирожки у другого человека. Да, тебе нужно крутиться, чтобы обходить... пирожки в принципе. Да, а здесь ты просто... То есть, вот эта вот штука, что я помню, когда там появился 100-500, все начали создавать клоны 100-500. Но 100-500 жив до сих пор. Это просто пиздец, чувак. Я не могу поверить. Я вот, когда... Сколько мне было... Мне самому было 10 лет, когда вот он выходил, кто бы мог подумать, что я там вот со своих 10 лет до своих 20, но я уже не смотрю... Ну, вы понятное дело. Но все равно он же... Даже на телеке столько передачи не живут. Пиздец, пиздец. Так вот, если не 100-500, а это... Хотя нужно делать абсолютно противоположное. Если уже кто-то здесь, делал 100-500, значит, нужно просто искать следующую такую же херню. Потому что, мне кажется, в этом плане интернет бесконечно вместителен. То есть, сейчас соревнуются на ютубе действительно кто? Новостные шоу, какие-то бои блогеров. Я, честно, про них ничего не знаю. Я тоже не знаю. Ну, есть, короче, чуваки, которые снимают... Я знаю, что есть какие-то, да, у Амирана Сардарова, что-то какие-то... Да, да. Они типа, как вот эти бои без правил, только на ютубе. Вот. Но просто их тоже, я знаю, делают несколько одинаковых контор и они соревнуются. Ну, и всякие мелочи типа автосегмент, техносегмент и прочее, у которых всегда одна тема для видео. А для нас, у которых, по сути, ну, у тебя же дома завтра не кончатся, а если кончатся, ты будешь делать там, вот, у тебя была жизнь на велосипеде, будешь делать жизнь на гироскутере. Условно говоря, но это ведь поток, он бесконечен. И у тебя идеи никогда не кончатся. И сложно представить, чувак, сложно представить конкуренцию, в которой ты можешь оказаться. И поэтому, если как-то формулировать, наверное, рецепт типа чего делать на ютубе, то, чего еще нет. И такого набрейнштормить, мне кажется, можно, если просто научиться брейнштормить. 10 каналов за день создать. А, ну да. Чего не было. Но только ты их именно придумать, я думаю, без проблем, и 10, и 20, и вообще, сколько угодно можно. Вот. Другое дело, что чтобы научиться делать ролики и понять, как оно хорошо работает, вам нужно просто поебаться. Вот, собственно, у тебя, сколько ты, сколько ты бы назвал момент своей видеоблогерской обкатки? Сколько прошло с момента, как ты снял... Я понял, что я могу, знаешь, типа, быть уверенным в том, что это не говно или что-нибудь такое. Ну, либо так, либо, а-ля, сколько прошло с момента, как ты сделал свой первый ролик, именно снял и смонтировал, до момента, как это стало прилично и смотрибельно. У меня, у меня, у меня, если по-хорошему, несколько лет. Я сначала... несколько лет. Ну, типа, в шестнадцатом году, по-моему, я начал выкладывать. До этого я снимал, но я либо не выкладывал, да, либо в стол, типа, а-ля для друзей. Либо я выкладывал и не получалось. Вот, как-то так. Ну, вот, понимаешь, я начал канал именно в тот момент, когда я уже понял, типа, нифига себе, я вот, ну, все, все, я уже могу, да, я уже попробовал, вот тут говно, тут нормально, и я вот уже на опыте, понимаешь? Естественно, если ты просто с нуля начнешь снимать, ничего не получится. Надо сначала просто потренироваться. И ты вот каким-то образом, вот просто тот рецепт, который мы описали, про вот эти несколько лет притирки, по сути, к производству контента, которые в любом случае будут, кто бы это ни начинал делать, это актуально для... Это вот, мне кажется, будет такой термин, типа, авторские блоги, что блог теперь не подразумевает что-то, к чему причастен один человек, а подразумевает теперь уже какую-то команду за ним очень часто. Многие будут смотреть это с таким посылом, типа, а как делать нам? Если вы хотите авторский блог, то, наверное, дрочится несколько лет, и тогда вы более-менее научитесь делать ролики. Но, опять же, помимо пути страданий, есть и более прямые и адекватные пути, как, например, онлайн-конференция скиллбокса. Ссылка, напоминаю, в описании. Нас стопудово попросят посоветовать тех, кого мы сами смотрим на ютубе. Можешь респектовать супернеизвестным чувакам, можешь советовать суперизвестных, лучше намешать, там, вот, как можно больше. Ну, можно условно пять. Если вы любите длинные радиоэфиры, то это Константин Кадавр. А, блядь! Я думал, сейчас будут какие-нибудь типа креаторы молодые, там, чуваки, которые... Какие молодые? Я ментальный дед! Константин Кадавр. Да ну тебе, что не лучше Константин Кадавр? Да нет, это просто не то, что я ожидал. Я буду сейчас какой-нибудь... Тема Флекс, а тут, блядь, я иму кто-то купил на Флекс. Ну, чувак, делай там что-то про рэп. Константин Кадавр. Так, хорошо, что еще? Если вы любите супер андеграундные фильмы, непонятные, арт-хаус, то это канал Рисов, там 600 подписчиков. Значит, что еще есть? Ты пять сказал назвать? Да! Давай! Я умею вырезать! Максим Кадз. Блядь! Нет, он до хуя известный, нельзя такое заявить. Он был неизвестный три месяца назад, когда я его смотрел. Позавчера, но все, сейчас он супер известный, нельзя Максиму Кадз. Блин! Не, я это вставлю, но не защитная. Блин, они все уже стали известны, понимаешь, все кто, все кто были. автоблогинг, короче, в автоблогинге оказывается, есть что-то веселое, это канал Хэнсон. Человек, не академик, человек, который купил себе пять волк. Это просто... И что он и с ними делает? Одну и другую, типа ставит? По очереди? Знаешь, типа, автомобильный контент мне всегда казался говном умилым. Я увидел этого чувака и такой, нифига себе, оказывается, все может быть не так плохо. Ну хорошо, и порекомендую канал Евы Морозовой. Это та женщина, которая сняла видео каким файлообменником вы пользуетесь. Сайпом. Они, короче, она, короче, рисует комиксы и снимает... Реально та баба. Она шка, знаешь, шка. Там смешные, жирные чуваки и она с ними снимает мультики. Очень странные. Все, вот это рекомендую. Подписывайтесь на мой канал, на канал Миш Сэйна. Я еще свои не рекомендую. Короче, я не помню, как это точно именно произносится, но чувак делает ролики, вот ты не ставишь теги, этот чувак, у него один ролик, называется 0111001001 и на нем дохуя просмотров. Но это не значит, что не надо теги делать. Это я, потому что сверхразум. Надо, блядь, теги делать. Если вы, блядь, делаете ролики на YouTube, делайте теги, основите... Не слушайте его. Освойте вид IQ. Короче, он разбирает, супер малоизвестные всякие интернетные феномены, которые... Вот я никогда о них не слышал до него и только после него о них узнаю. Там всякие ретро, непонятные игрушки. Короче, легче посмотреть. Это реально интересно. Это как современная андерграунд интернет документалистика. Просто охуенно. Потом, короче, вот в одну категорию отнесу сразу двоих. Это Слидан и... Блядь, Сындук. Нихуя себе. Ты сказал, мы не будем популярных людей планировать. Смотри, да, я, короче, давай я их не засчитаю себе, но посоветую. Потому что, мне кажется, Слидана и Сындука знают много, но все равно, как бы, не все те, кто могли бы ими заинтересоваться. Особенно Слидана. Ну, Слидана окей, да. Его контент очень сложно описать. В принципе, это такой психо-визуальный юмор. Это именно какое-то другое измерение юмористическое. То есть, у него юмор построен не то, что на абсурде, а на полном пиздеце. Не в смысле чернуха и кто-то говном обмазывается, а именно на каком-то совершенно улете сознания в соседнюю реальность. И если вы Слидана никогда не видели, посмотрите. Сындук просто, ну, это просто охуенно. Если вы не знаете, то вы просто много пропустили, я сейчас не буду описывать. Хочу посоветовать Хохлова и Саботовского всем, кто работает с видео. Но они недавно забили на то, чтобы производить именно обучающий контент, потому что устали от этого. Но за время, пока они его производили, они успели сделать очень много всего хорошего и крутого. Поэтому этих чуваков советую. Советую канал Вселенной Истории. Там чел, который, по ходу, реально учитель истории, не как Вестник Бури, а просто учитель истории. Он делает суперинтересные исторические вещи. И у него местами вот очень сквозит то, что он учитель истории, в плане, допустим, дизайнов, которые он подбирает, какие-то приколы. Он там, когда рассказывал про Узбекистан, нарядился в этот национальный костюм и все такое. То есть, типа, местами можно чуть-чуть покринжевать, совсем капельку, но сам по себе контент суперинтересный. Канал Longplay одно из лучших вообще херовин, что я находил в последнее время в музыкальном Ютубе. Челы появились, я их уже упоминал в других роликах, но челы появились и сразу просто застолбили себе место, у них сразу появились нормальные просмотры и все музыкальное сообщество их знает более-менее. Вот, потому что ребята действительно делают очень годные музыкальные истории и все это очень круто, профессионально, качественно, со знанием дела, крайне рекомендую. И что-то еще сейчас вспомню. Последнее, что посоветую, это может совсем не для всех, но Татьяна Лазарева завела канал. Я рад, пиздец, потому что мне очень нравится как ведущие и Лазарева, и Шатца, и Лазарева завела канал. Это супер. Ну и естественно, советую канал Лешки Мюнцентлера. Мюнцентлера очень редко выходят ролики, но если долбить ему в комментах штуки, пишите, чтобы он теги ставил в комментах. Вот, и тогда это будет двойная польза. Может его заебет или от комментов алгоритмом будет лучше работать и будет лучше его ролики ранжира, и тогда у него тоже будет мотивация делать ролики. Но так или иначе подписывайтесь на Мюнцентлера, смотрите охуенный контент, скажи последнее слово и крикни. А зачем кричать? Я кричу в конце роликов, такая тупая фича, просто типа договариваешь фразу, а потом А! Да, сделай вот так вот в конце. Спасибо, Миша, дорогой, что пригласил меня на свой великолепный канал, всегда мечтал здесь оказаться. Ребята, подписывайтесь на него, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, Долбитесь в колокольчики